Доброе утро! Всем привет! Девятое... Восьмое... Пардон, восьмое января. Понедельник. Лос-Анджелес. Чудесный день у нас. Достаточно холодно. Ох, не unexpected. Ночи морозные, но вот днём разогреет. Сегодня будет немножечко тепло. Мы едем в сторону Санта-Моники. Городка Санта-Моника на побережье Тихого океана. Это Coldwater Canyon. Каньон холодной воды. Один из самых коротких путей, чтобы добраться до Санта-Моники. У нас с вами на пути. Мы проедем The Beverly Hilton Hotel. Если кто смотрел вчера церемонию Golden Globe 2024, церемонию Золотой Глобус, то вы, конечно, знаете, что это имело место быть именно в отеле Beverly Hilton. Он находится в Beverly Hills. И мы сейчас с вами проедем это по дороге. Я решила заехать и просто посмотреть и показывать вам, где проходила церемония Оскара. Оскар обычно в феврале, у меня пока нет точной даты, я потом сообщу. Оскар проходит на Голливуд-бульваре в кодексе Адр. И все-таки именно вот там, откуда начинается красная дорожка. И все это уже совсем скоро они начнут ставить декорации и прочее. Не декорация, а как их, но... В общем, начнут подготовку. О, нет, не в кодексе Адр, ребят, прошу прощения, долбеси Адр. Там как раз на Голливуд-бульваре находится кодексе Адр, долбеси Адр, чайнис Адр. Прошу прощения за оговорку, это важно, потому что, ну, я вам бы не хотела давать никакой неправильной информации. Вот я не знаю, как вы, я вчера была совершенно потрясена церемонией и тем, что фильм, который я надеялась возьмет Золотой Глобус, он взял именно Золотой Глобус, именно этот фильм. Фильм называется «Опенхаймер». Я не знаю, кто-то из вас, может быть, смотрел этот фильм или нет. Я, к великому сожалению, пока еще нет. Вот, просто так получилось, что не было времени, ну, совсем не было времени. Фильм вышел на широкий экран в прошлом году, 21 июля 2023 года. И я наслышана об этом фильме, я знаю, о чем этот, и мы с мужем ждали, когда этот фильм выйдет на Нетфликс. Кстати, вот уже должен выйти буквально, может быть, с недели на неделю. Фильм, конечно, стоит того, чтобы его посмотреть. И я очень рада, что сам фильм «Опенхаймер» получил Золотой Глобус. И главный актер Силлиан Мерфи, I'm not sure, Силлиан Мерфи или Киллиан Мерфи, его зовут, актер, он тоже получил Глобус. Также в этом фильме снимался Мэтт Дэймон. Вот, он сыграл роль генерала. Значит, сюжет фильма такой. Фильм, конечно, тяжелый, драматический и, как бы сказать, переворотный в сознании, потому что во время Второй мировой войны велась разработка супер-секретного проекта. Проект назывался «Манхэттен Проджект» и разрабатывалась первая атомная бомба. Генерал Лесли Гроуфс Джуниор отдал приказ к разработке и созданию атомной бомбы физику Роберту Оппенхайру. И работа велась в течение всей Второй мировой войны и закончилась 16 июля 1945 года. И мир стал свидетелем первого ядерного взрыва. Вот, такой фильм. В фильме очень много документов использовано. Понятное дело, что такие фильмы делаются исключительно на событиях, которые имели место быть на документах. Поэтому я очень рекомендую смотреть. Очень многих фактов мы, конечно же, не знаем. Возможно, некоторые не узнаем никогда. Ну вот, я считаю, что фильм достоин. Достоин тому, что его посмотреть и даже обсудить. Будет интересно послушать ваши отзывы. Те, кто посмотрел фильм, я бы с удовольствием почитала. И с вами приняла участие в обсуждении тоже. Другие фильмы, я не знаю, очень много. Я, честно говоря, сама церемония мне понравилась, за некоторыми исключениями. Некоторые моменты были немножечко переиграны. Но, как всегда, было приятно наблюдать знаменитого Леонардо Декаприева. Я его просто обожаю. Знаете, вот я один раз, кстати, видела его на Sunset Boulevard. В машине он ехал. И так совершенно необычно и незаметно. Но это был именно он. Я знала наверняка. И так вот никогда не поймешь, кто рядом с тобой стоит. В левом ряду, да? На дороге. Вот. Также очень много новых актеров. Я просто не помню всех имен. Много хороших фильмов. Много. Но также и много бездарщины. Я скажу честно, что в последние годы немножечко Голливуд разочаровывает своей тематикой. Ну, так как фильм любого жанра, согласно новым правилам Голливуда, должен быть выпущен. Ну, окей, пусть будет так. Я не в позиции кого-то судить или осуждать. Так надо, так надо, пусть будет. Но я лично люблю фильмы, основанные на документах. Вот какие-то исторические факты. Очень много того, что мы не знаем. И тем, особенно тем из вас, ребят, кто живет в этой стране, Знать историю этой страны, я считаю, просто необходимо. Вот следите за фильмами, основанными на исторических событиях, имевшем место здесь, в США. Очень много хороших фильмов. И есть, конечно, потом вторая категория фильмы Скорсезе. Это мой самый-самый любимый режиссер. И практически, если вы видите фильм Скорсезе, значит, там обязательно должен быть Леонардо Ди Каприо. Я не знаю ни одного фильма, где он бы играл, кто бы не создавал, не разрабатывал этот фильм, как Скорсезе. Все его фильмы, первая роль идет Скорсезе, идет Леонардо Ди Каприо, Джеку Николсену. Это его самые любимые актеры. Вот такие дела с нашего, так сказать, из кинематографического города, из Лос-Анджелеса. Видите, какая красота. Жить в этих местах невероятно дорого. Я даже не скажу, что дорого. Немыслимо дорого. Земля здесь стоит баснословных денег. Здесь, кстати, школа тоже повыше. Куда там? Школа находится буквально за тройным забором. Супер богатая школа. То есть учиться там по карману только, если вы зарабатываете 10 миллионов в год. Не меньше. Ну, что ж. Беверли Хиллс. На то и Беверли Хиллс. Так, здесь вот находится Cold Water Canyon Park. Видите, сколько зелени в это время года. Прошли дожди у нас. И вот все, очистилось. Воздух свежий и чистый. City of Beverly Hills, Cold Water Canyon Park. Так что, как-то, знаете, после пандемии, как-то со всеми вот этими, мы раньше с мужем ходили в кино очень часто. Почти что еженедельно и отсматривали все фильмы, которые, номинированные фильмы на Оскар, на Золотой Глобус. Но сейчас настолько запарно, с работой времени нет практически совсем. Еще очень много было вчера представлено шоу. Тиви-шоу. Но шоу я не смотрела ни одного, к великому сожалению. Потому что просто нет времени. Дай бог, чтобы было время хотя бы сесть и посмотреть хороший фильм. Кстати, Oppenheimer, это очень длинный фильм. Три часа он идет. Еще одна причина того, что лучше смотреть этот фильм все-таки дома. У меня, не знаю, у меня проблема сидеть в кинотеатре более полутора-двух часов. Это просто, ну, убийственно для спины. Да, я забыла сказать, что фильм Oppenheimer создан директор фильма Кристофер Нолан. Если вы увидите этого режиссера и кинематографиста Кристофера Нолана, посмотрите его фильм. У него в основном такая вот серьезная тематика. Фильмы, основанные на документах, на документах на прошлое. Очень много военных фильмов, других исторических. Я просто рекомендую. Знаете, это очень важно взять реферал от фильма. Какой фильм смотреть, чтобы просто не тратить понапрасну времени. Потому что, ну, время это золото, ясное дело, что просто не хватает ни на что время. Поэтому можно избежать таким образом неинтересное пустое кино. Ну вот, посмотрим, как живут в Беврили-Хиллз. Видите, в основном паркинг останавливаться нигде нельзя. Парковки нет. Если какие-то подозрительные машины остановятся на какое-то время, вами заинтересуются. Только службы, которые чистят, уборочные. Здесь живут миллионеры, и любые подозрительные машины тут же будут reported to police. Вот, видите, садовник. Садовники приходят по определенным дням. Гарбич, эти траки, помойные машины. И больше ничего. Ну, можно проходить пешком. Вот, там впереди я уже вижу вывеску Беврили-Хиллз. Сейчас мы подъедем поближе, насколько это возможно. Я ничего не знаю. На парковке, конечно, там нет. Если есть, то только, наверное, уже внутри. Или по пропуску, или у вас должен быть какой-то паз. Такие места они обычно не пускают просто ходить так вот. Да, если вы, я не знаю, кто из вас не в курсе, в этом отеле умерла Уитни Хьюстон. Ее нашли в своей комнате. Когда это было? В 2012 году, по-моему, или 2013. Сколько времени прошло с того печального ивента. Вот здесь вчера проходила церемония. Видите, сколько траков. Они убирают все. Итак, друзья, мы с вами только что проехали Беврили-Хиллтон отель, где вчера проходила церемония Оскара. Вот видите, все вот эти вот траки, все это со вчерашнего ивента. Вот, road closed. Видите, все закрыто, поэтому никуда даже близко подъехать нельзя. Там идут сейчас загрузки, разгрузки, уборочные работы после golden globe церемонии вчерашней. Так, здесь у нас Century City. Вот этот городок. Ну, район, я бы сказала, что это район. Итак, я вернусь уже из Санта-Моники. Скоро увидимся, друзья. Будьте здоровы. Привет из Лос-Анджелеса до следующего видео. Пока-пока.